Добрый день. Я работаю в отделе маскетинга компании ПАР в подразделении агросервисов. Хочу обратить ваше внимание, что после всех наших презентаций будет векторина по всем вопросам, по материалам, которые вы сегодня услышали. Поэтому в моей презентации также уже будет такая информация. Я буду давать акценты. Обращайте, пожалуйста, внимание. Значит, сегодня хочу рассказать о агрорешениях от нашей компании. Очень часто мы общаемся и запрашиваем у вас информацию о ваших пожеланиях и отзывах. На основе этой информации мы подготовили ряд решений, которые помогут вам в управлении агропредприятием и разобраться немножко больше в таких вопросах, как финансы, сбыт продукции, управление предприятием. В общем, актуальные вопросы, которые вы занимаетесь. Вы занимаетесь, которыми каждый день. Значит, разработку наших решений мы проводили в четырех основных направлениях деятельности агропредприятия. то есть это акт. Почему-то у меня кончилось. Другие. Другие. Ага. 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 со всеми местами с ними нас немножко увезли в сторону хар��는 технологии. И немного теперь больше сервисов. Значит, четыре основных направления, в которых мы работали, это агро-решение, то есть инструменты для повышения эффективности выращивания. Финансовые решения – это ряд обучающих программ и программа вексельного финансирования, с которой многие уже знакомы. Агро-менеджмент решения – это программа по оптимизации бизнес-процессов и внедрение передовых подходов управлений. И решение маркетингового сбыта – это новый сервис от нас, который поможет более выгодно реализовывать. Значит, Байер Фитосан Монитор – также не новый сервис от нас, немножко больше о нем информации. Это инструмент, который помогает агроному разрабатывать и внедрять эффективную систему защиты. Представляет собой компьютерную программу, которая помогает определить риски возникновения болезней или вредителей на поле. Анализирует фитосанитарные условия на уровне региона и боли, а также дает рекомендации по применению средств защиты растений. Значит, как работает программа? Ей нужны, конечно, как любой компьютерной программе, исходные данные. То есть она принимает во внимание метеорологические данные, данные о культуре и поле, а также информацию по фактическим повреждениям, если они присутствуют. Затем программа сравнивает фактическую ситуацию с имеющимися в базе моделями и определяет возникновение того или иного риска, извещая об этом пользователю. Какой нужен для работы в данной ситуации препарат, когда его вносить, какие сроки внесения и какая доза. Здесь, на этом слайде, можете видеть перечень заболеваний, модели которых уже имеются в программе. Обратите внимание, на сегодняшний день имеется 4 группы культур. Пшеница, ячмень, пшеница азима, ячмень, яровой азимы и сахарная сухла моделируются по защите от заболеваний. Поэтому там работает фунгицидная программа. Азим и рапс, там идет прогнозирование моделей вредителей. Поэтому там идет антиктицидная программа. Я их выделил. Вот так выглядит доступ. Программа имеет два доступа. На уровне страны и на уровне поля. Вот так выглядит доступ на уровне страны. Он свободный. Можно зайти на наш сайт BarTopScience в разделе Агрорешение. Здесь видно вот. Так выглядит в общем наш сайт. Вот здесь Агрорешение. Вот фитосалмонитор. Появляется карта Украины. Она закрашена цветными точками. Каждая из точек это определенная зона территории. Цвет точки будет соответственно отображать ситуацию в каждом из этих регионов. Немного больше информации можно получить нажав на каждую из этих точек. Воспользоваться данным доступом страна, как я уже сказал, можно у нас на сайте. Доступ поля это уже более полная программа. Она уже воспринимает полностью все данные, которые можно... Если, допустим, я прошу прощения, вернусь. Если, допустим, здесь программа как бы общего доступа и она дает общую ситуацию по региону, то есть она воспринимает только метеорологические условия, она не знает, какое у вас поле и где оно находится, то уже в доступе поля она уже требует данные по вашему полю, по подготовке поля, ситуацию фактическую, ситуацию повреждений на поле. И, соответственно, на основе этого дает уже конкретно рекомендации, уже конкретно вам. Третьим шагом это будет рекомендация по применению препаратов, по срокам несения и так далее. Значит, заказать этот доступ можно у нас в программе лояльности нашей, в Агро-Альянс, в феврале этого года. В феврале 2017 года вы заказываете и пользуетесь программой до конца года. Мы также продолжаем работу над мобильными приложениями для смартфонов. Сейчас тестируется новое приложение, которое позволит определять сорняки по фотографии на разных стадиях развития. В библиотеке программы уже около 60 тысяч фотографий. И каждый новый пользователь при обращении к программе будет делать фотографию. Фотографии будут уходить для сравнения с библиотекой. И после этого будет возвращаться оттуда несколько вариантов. То есть вы уже физически смотрите, подходит ли это фотография, которые вы сделали. И сравниваете, подтверждаете, да, это так или нет. После этого ваши подтвержденные фотографии будут также присоединяться к библиотеке. И она будет таким образом самогучаемая. То есть чем больше пользователей, тем быстрее и точнее будет работать программа. Как я сказал, она буквально в ближайшее время будет уже доступна у нас на сайте. Пока напомню, что уже есть, работают мобильные приложения. Это каталог защиты растений и справочник сорняков Украины, которые имеются в свободном доступе на нашем сайте. Байер мастер-класс. Ну, здесь название самого этого сервиса говорит само за себя. То есть это мы готовим ряд обучающих семинаров по более актуальным темам вопроса капротехнологии. В этом году будут доступны три таких темы. Можно будет наглядно увидеть, как изменение определенных элементов технологии возделано не влияет на конечный результат. В данном случае видно на фото, как переход на уход от технологии традиционной обработки почвы уплотняет почву нормальным по механическим свойствам почвы. Появляется у нас только на глубине где-то около 40 сантиметров. Соответственно, как это влияет на развитие корневой системы, можно здесь видеть. Справа у нас корень, который уже практически не имеет ответвлений. Очень редкие толстые корешки, которые фактически и образовывались. Вот даже видно в какой-то зоне, где прошли, скорее всего, диски вот таким образом. Так как управление рябышка. Хочу сообщить, что в прошлом году наши технические эксперты прошли тренинг по искусствоведению семинаров. И в этом году, в 2017 году, у нас уже есть возможность проводить больше семинаров в каждом регионе. Соответственно, большее количество участников может принять и их посетить. Поэтому уточняйте у региональных представителей, когда они будут, и записывайтесь. Будет интересно. Следующий сервис – Bayer Agro Marketing. Это новое решение от Bayer, которое поможет улучшить эффективность сбыта. Я уже говорил. Предоставляя знания о лучших практиках реализации продукции, а также актуальную информацию о ценах на рынке в разрезе каждой области. Для доступа к программе нужно будет провести семинар. Семинары проведет наш партнер информационной компании «Апокаймфор». Расскажут, как пользоваться программой, как пользоваться этими данными. И нужно будет зайти на сайт, сделать коробку регистрацию. Там только основные данные. Название хозяйства, может, код ВРПО. И дальше вы получаете доступ к сервису и пользуетесь этими данными. Байер Агрофинансы. Это практические тренинги для руководителей, бухгалтеров и экономистов предприятий, которые помогут, подскажут, как более эффективно управлять финансами. После прохождения тренингов каждый участник получит готовые модели. Они представляют собой компьютерные таблицы, программы, работая с которыми можно будет оптимизировать все такие вопросы или задачи, как составление бюджета или возврат инвестиций, которые часто очень тяжело обсчитать или учесть все нюансы, все факторы, которые могут повлиять. Поэтому в программе уже будет составлен алгоритм, который подскажет и поможет, как более правильно это сделать. Поэтому также уточняйте у своих региональных представителей, когда будут проходить эти семинары, записывайтесь, посещайте, получайте готовые модели пользователей. Мы продолжаем работать с нашей программой вексельного финансирования. Рады сообщить, что условия программы сохраняются при покупке продуктов у компании. Bayer возможно воспользоваться вексельным финансированием под сумму 1% суммы вексельных термином действия до 9 месяцев. Наш партнер в реализации этой программы компании – банк Raytheism, банк Avail. Если решение заинтересовало, пожалуйста, обращайтесь. Вы можете обратиться или к своему дистрибьютору, к которому вы приобретаете товар. Или напрямую можно прямо в банк Raytheism. Они знают о этой программе, они смогут вас транспортировать по условиям пользования, конкретно для вас, вашего хозяйства, данным сервисом. Bayer Business Plus. Эта программа дает детальную оценку вашего бизнес-процесса в компании, в хозяйстве, в котором были сильные и слабые стороны, а также пути их улучшения. Это поможет поставить приоритеты вопросов управления и даст ответы на три основных вопроса нашей программы лояльности. Также можно накопить баллов и заказать себя воспользоваться этим сервисом, применить его в хозяйстве. Коротко это все. Спасибо большое. Если есть вопросы... Дорогие коллеги, информация Ахты по инновационным продуктам, которые есть на рынках, она тяжело. Смотрите. Смотрите.